всем привет дамы и господа продолжаем супермаркет симулятор что я тут сделал ну во первых я на продавал на 6 900 я тут еще плюс вот немножечко забил магазин вот у меня тут даже муки не хватает что-то там у меня есть на складе тут у меня коробка с картошкой потому что ну мало места на нее очень быстро забирают чтобы не бежать а тут у меня коробка с курицей точно по той же причине здесь у меня вроде забита туалетной бумагой забита вот этим вот средством для стирки мыло чуть чуть шампуни еще меньше мистера мускула немножко кстати вот эта пицца у меня на складе было надо ее выложить и я вот так вот раздвинул холодильнички чтоб тут хотя бы можно было пройти это во первых и мне кажется если ставить холодильники вплотную то просто люди не будут покупать товар потому что они как бы вот когда оставишь холодильник конкретно там появляется такая зона как бы небольшая на которую нельзя ставить другие предметы и вот мне кажется что вот они перед покупкой должны встать как раз на эту зону мороженое закончилась вроде тоже было и да мне подсказали что типа если закрыть коробку вот мы ее закрываем она написано что здесь вот на коробке сверху нарисована мороженка только как бы да это все хорошо но сверху то я и так могу посмотреть что в ней лежит а вот если она будет стоять вот там вот как я пойму что это вот опять же вопросы к разработчикам почему не написать сбоку что вот надо вот постоянно подпрыгивать так мне также можно сделать вот я открытую поставлю я подпрыгнул посмотрел что там как бы все равно неудобно неудобно сделано возможно это так и не задумывалась что типа вот закрыть коробку поставить на склад просто на ней сверху вот штампик что там вот это вот как бы и все на этом да надо магазин открывать что-то я опять заговорился короче говоря какие планы планы все те же самые на самом деле из мебели у нас ничего нового вроде я лампочку ставил на склад по моему да я ставил я покупал специально менеджмент лицензии у нас 3500 и это надо 30 уровень мяча с 29 пока лицензия не готов не готов покупать это надо расширять магазин это надо покупать полки это возможно кстати как там касса с какого с 30 уровня 1 кассир это надо будет третью кассу вот раздел 3 могу купить склада проверим наконец таки давай сразу его покупаю проверим открывается ли дверь и мне надо опять таки расширять магазин это у нас развитие 4 400 будет стоить это опять у меня ничего не останется что делать покупаем сразу сходу я специально копил потел ну кстати больше открылась чем первый раз смотрите прям намного больше первый раз вообще вот такая комнатенка непонятная а тут по моему аж сразу половина того что осталось это превосходно вот у даже лесенка такая есть аккуратненько и так ну давай вот эти вот полки мы передвинем это во первых чтобы был доступ более удобный к ним это вот так это вот не знаю будет удобно ходить не будет сейчас это все посмотрим так давай вот так на вроде нормально слушать нормально нормально коробочки мы вот тут как раз уголок супер приятный яб там даже жил мы их поставим вот сюда мешать они здесь абсолютно никому не будут так коробочка раз а когда понадобится я просто ее отсюда возьму и назад могу также поставить хорошо эти полки как-то ну ладно пусть пока так стоят вот этот угол конечно и бестолковый но делать нечего оставим пока так пока так у нас будет склад лампочку мы перетащим куда-нибудь вот сюда вот на уголок пусть светит и туда и сюда хоть чуть-чуть но будет эту дверь не закрыть тут проходной двор сплошной эту дверь тоже не закрыть взаимодействие с дверьми еще добавят будем надеяться что это будет как-то не очень душно так здесь все нормально все нормально давай заниматься перестановкой опять ломать всю систему я тут только все расставил только обвыкся думать 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 принципе холодильниками можно занять вот этот угол допустим да если вот сюда перенести или если сюда поставить холодильники вот в ряд они предположим что вот так войдут морозилок у меня сколько раз два три 4 5 и возможно понадобится 6 6 морозилок как-то бы может быть вот так вот по три бы вошли до допустим и вот вот эта дверь тут теперь будет мешать поставить морозилку скорее всего не знаю может быть поставится может быть нет это я попробую когда вечер будет картошку что-то так разбирают давай-ка ее проверим а но она у меня дешевая стоит 720 а на маркете 764 это наверное за 8 ее можно поставить будет считаться что дорого скорее всего но покупать будут хотя бы не так быстро а то я прям не успеваю ее закупать это точнее она где она где она я вот полки переставил и теперь она у меня вообще есть масло это не картошка чё там то палки сок а в смысле у меня нет картошки что ли еще раз а вот вот картошка самом деле открыты я бы заметил ее намного быстрее чем вот по этой маленькой картиночки ориентироваться тоже такое но может кому-то удобнее будет не знаю может быть мне как-то открытые коробки ставить показалось удобнее яблочный сок у меня есть просто как-то он разбросан получился йогурты опять не берут цена ну всего на 31 цен дороже я не буду их делать дешевле не дождетесь так свет мужик подвинься включу склад ну склад мне нравится вот с дверью удобно очень хорошо будет намного быстрее так подошел взял вышел и кассы стоят удобно тоже не мешают вроде открываться закрываться двери не будет плохо тоже должно быть нормально вот здесь вот не хватает лампочки как-то тут тускло здесь в принципе у меня есть лампа но это светит сюда тоже может быть я чуть-чуть сдвинуть вот сюда вот ну так как-то вроде получше освещает да да чё там тебе не нравится чё-то там яйца заканчиваются 12 штук надо взять сейчас мы это сразу закажем так продукт и это у нас все правильно стоит водильник яйца 12 штук чё еще из холодильника у нас надо яблочный сок есть сыр и можно заказать я думаю вот эти три вот это вот рыба она вся закончилась тоже закажу конфеты все разобрали так сыр раз сыр где у меня еще один сыр 2 сыр 3 вот этот морепродукт 4 тунец гротен вроде у меня был и по моему у меня что там закончилось я забыл я забыл что закончилось что-то здесь видел что-то здесь видел курицу сюда так курицу положил картошки надо еще заказать вот на это морозилка палок у меня была целая коробка так что же я тут видел что-то я забыл суши суши у меня были вот сейчас как сейчас помню было в большой коробке да вот не то ли нет это палки а можно еще назад ставить а как этот я момент упустил у нас курица оказывается можно еще ставить назад суши вот это точно надо взять были же суши по моему или а нет я все выложил я все выложил на другой холодильник и там их по моему уже забрали до их забрали тогда суши суши мы закажем большие суши где они вот они в корзину давай маленькие заодно это 7 товаров надо найти 10 так завершаем день затрат у меня конечно 5 600 только на обновление не общая прибыль минус 3 700 неплохо следующий день начать яблочный сок не знаю что значит эта стрелка я уже тут ни в чем не уверен то что она показывает вниз может означать что как бы может быть цена наоборот на маркете поднялась и просто это или опустилась и продавать их теперь невыгодно вот может так вполне себе быть то у нас рыба это у нас кофе кофе не брали почти странно обычно кофе берут масло масло разобрали масло мы докладываем так чё закрыто то давай работай я за что тебе плачу и тебе и тебе и тебе работайте все работают у нас все я вот бегаю сам раз раз два что-то черный хорошо берут а этот вообще не любят у меня еще а ну да я ее просто закрыл конфетки шоколадки надо заказать сейчас я это и сделаю и наверное с усу заказать может вот это стандартные так продукты полки конфетки шоколадки с усу стандартные или она еще есть по моему у меня мука вот это заканчивалась давай вот так еще в начале дня она заканчивалась так это большие суши суши их тоже вот сюда на соседнюю полочку она свободная чтобы просто занять могу кстати не брали почти картошка вот сейчас надо выложить остаточки так давай картошку а то будут искать не найдут расстроиться нормально шоколад шоколад тоже как-то берут не очень так но я могу вот сюда закинуть у меня все равно ам яших купил тогда не буду я думал я их не купил а я их купил оказывается так вот и они да вот так вот а я смотрю не на все полки можно поставить в две коробки да мне кажется вот такие вот широкие коробки туда ну да туда 2 это не влезет а вот это просто две маленькие они влезают и вот та здоровая тоже не поместится 2 я кстати не смотрел может выпускали какой-то патч но по моему такого не было могу ошибаться конечно могу ошибаться кстати если я правильно думаю скоро должно быть обновление так что если эта серия еще не выйдет обновление уже случилось то уж извините опять записываю заранее так все но может и не выйдет так что нормально все будет хорошо так это у нас тунец по моему да тунец у меня стоял с сыром туда его и ставим пока я хочу его переставить куда-нибудь но пока не знаю у меня в принципе вообще вообще хорошо бы было каждую полку и каждый холодильник занять отдельным товаром но просто их будет огромное количество это надо очень большой магазин вот по хорошему бы да вот это чисто кофе вот допустим черный это чисто там вот красный кофе было бы шикарно не надо было бы каждый день вот так вот носиться пополнять полки а просто там два-три дня вполне бы их хватило чтобы продавать просто один раз закупился все выставил и продаешь а вот сейчас приходится постоянно постоянно крутиться бегать продавать пополнять там закупать потом опять пополнять потом опять закупать вот как туда поставить товары должны быть одинаковыми они здесь что ли должны быть одинаковыми а там у меня одинаковые а ну да тут одинаковые кстати ну допустим ладно допустим это так работает то есть две разные коробки даже если они одинакового размера не поставишь рядом как бы не очень как-то звучит но ладно ясно понятным так это пиццы это сырное то у нас может купили все-таки одну-то баночку купили хорошо это мы до выставляем надо немножко расхламить склад что это мусака это рыба так йогурт не берут сок это какой там яблочный по моему это у меня сок я по моему апельсиновый даже не покупал его у меня много это тоже мусака или а нет это не мусака это гребешки это по моему можно поставить это вот сюда вот 4000 у нас есть вообще продавать как бы есть чего как будто бы да макарон нету на макарон надо купить и тех и тех нету и тетка недовольна ушла и картошки нету а тут было что-то не помню уже вечереет уже вечереет макароны я забыл и вдруг вспомнил макароны вот эти меня на складе есть рис ну закажем молоко всегда берут закажем туалетную бумагу наверняка разобрали закажем это 2 закажем кстати тех макарон тоже надо 2 так соус кетчуп майонез сто процентов но и все корзина полная так свет мучки включаем не забываем потом это у нас менеджмент счета за сегодня оплатили народ все идет и идет уже брать то особо нечего молоко кончилось вот молоко надо покупать у меня на складе его нет пока их тут обслуживают я да выкладываю что у меня покончалась у меня вот палки были точно их много пицца такая была пицца сырная была вот как раз начнем с пиццы так пиццу пиццу никто не берет вы чё не пиццы две коробки куда ее девать то буду берите пиццу вкусные очень вкусная пицца вот сырная вот там вот с грибная или какая-то тоже тоже какая-то вкусная это ребра по моему можно выложить да нет тут их даже не брали это еще ребра кстати я могу их скомпоновать вот так вот так вот это можно до выкладывать по моему там до разобрали все закончилось и мы сейчас посмотрим возможно еще стоит раз расширить магазин тогда точно на все место хватит вот к чему я клоню просто вот с этим промежутком как бы да можно постараться там что-то расставить но мне кажется не будет так красиво как я задумал вот почему то мне так кажется так палочки крабовые крабовые вот там они у меня стояли вот начнем с этой коробки она точно влезет их умещается прям очень много вот это очень здорово что они так мало места занимают и прям вот по моему даже целая коробка помещается на один вот такой вот пятачок вон их сколько влезло практически коробка так сюда же оставляем йогурт и нет соки то у нас яблочный сюда вот ставим там еще стоят ну ладно давай вот так это вот так вот так чё там осталось чего осталось ну ладно так как как это сделать как это сделать красиво пусть пока здесь стоят вот так это вот так ну чтобы не путать чтобы не путать чтобы вот посмотрел увидел и запомнил так начинаем новый день это у нас прибыль полторы мы заработали баланс пять тысяч баланс пять тысяч в принципе покупать еще есть чего в магазине то да мы вот сейчас закажем только где это маркет доставочку раз всего лишь на 500 у нас вышли счета и вот эти вот все так значит менеджмент развитие ю шесть тысяч а я думал хотя бы пятерку стоит блин шесть тысяч мне не хватит ни на что у меня и нет шести тысяч куда я вот не ну если я конечно раз продам вообще абсолютно весь товар у меня будет шесть тысяч будет да погоди а у меня же там были что возможности взять кредиты вообще еще ни разу не пробовали взять кредиты почему бы не попробовать да было бы интересно посмотреть как эта система работает что это из себя представляет так так главное совсем не о молоко не брали странно обычно так хорошо берут совсем главное не обанкротится так то грустненько будет что закрывать магазин что ли придется не хочу мне нравится мой уютный магазинчик так мне надо шесть тысяч расширить магазин мне не хватит тут никаких средств нервов и еще чего-то там чтобы постоянно закупаться продуктами постоянно продавать но это нереально накопить я два часа просто таскал коробки чтобы вот скопить какую этом сумму тоже в районе шести тысяч накопил это это мне бы не хватило вот на это дополнение с магазина расширения так все открывай короче говоря наверное наверное что наверное торгуем до вечера смотрим чего у нас получается и отсюда уже думаем думаем как поступать либо сейчас смотреть кредит либо потом а вообще какие кредиты есть давай глянем менеджмент а это не здесь это банк начальный кредит возврат 001 проценты возврата платы 862 бакса ежедневные 57 40 кредита 15 дней а если а это это увеличение количества дней на 750 мне мало а допустим вот этот а вот этот сразу профессиональный я же профессионал ежедневная плата 458 это прям много на 15 дней она 25 дней по 325 всего лишь но переплата в 3000 зато я могу прямо сейчас магазин расширить так интересно погасить досрочно его можно будет или нет вот это тоже интересный вопрос короче говоря смотрим до вечера да 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 смотрим до вечера потом решаем а пока я видел там помню мне надо закупить оливковое масло мне надо муки обе картошки нет лишка картошку по моему так и забыл заказать либо я купили мука 1 чай тоже помню заканчивался мука 2 так картошка картошка где возьму 2 и чё то там по химии у меня тоже было у только бумага туалетный осталось все короче надо брать все раскупили это очень большая сумма будет это мне две вот этих надо две вот этих так купить потом четыре вот этих две этих одну эту 7 товаров ну давай еще вот это наверно закончилась вот это вот это вот это все закупим 4 200 у меня сейчас давай пока расставлять да тут у меня все по заканчивалось конечно же пока я все это расставлю мои работнички там будут делать мне денежку это мы вот так вот ставим надо бы мыло вот это все пока оставить там чистящие средства то его тоже приходят спрашивают у меня как бы его и нету так так еще мыло еще мыло давай вот сюда выставляем все полок у меня под химию полно вот это тоже надо это кончилось все как раз коробка на полку я их вроде 4 заказал на как раз на 4 полки так 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 вот так хотя бы один отдел у нас будет выглядеть хорошо я все таки надеюсь что мне хватит своих средств на покупку магазина вот это вот расширение но если там не будет хватать на продукты то я уже возьму кредитец какой-нибудь возможно даже не вот этот профессиональный а там какой-нибудь маленький с которым потом легко разберемся на так вообще кредиты это зло зло это всегда убыток просто чуть-чуть такой замедленный все равно придется отдавать больше в итоге иногда но иногда лучше подкопить вот честно лучше денег подкопить и купить за свои не быть никому должным чем брать кредит но если уж ситуация там какая-то вынуждает то в принципе да можно можно такое себе позволить так я между прочим финансист так что я знаю о чем говорю вот так вот так раз это сюда шампунь где у меня вот здесь по моему стояли давай сюда и поставим вечереет как раз и у нас 5 с небольшим свет чур она еще светло чем нормально с усу все по заканчивалось придется брать счета мне кажется что делать кредит уйдет потому что ну не хватит у меня денег явно ни на что а я хочу именно сегодня расшириться и вот прям сделать хорошо потому что ну вот в таком варианте мне прям очень некомфортно очень не нравится как там так сейчас свет включу сейчас подожди я постоянно вот тут за полки цепляюсь уже плечо болит бьюсь постоянно об него свет вот это тут чё то не нашел майонез вот майонез кончился на что я майонез буду покупать все закончился хлеб кончился да придется брать кредит однозначно мороженое кончилось у меня она хоть есть надо все по выставлять что у меня тут посмотреть вообще что мне хватит чего не хватит и брать кредит скорее всего кредит я буду брать самый большой потому что денег мне надо явно больше 6 тысяч я даже не знаю смогу ли я его отбить честно говоря если закуплюсь товаром будем как-то пытаться выкручиваться из данной ситуации но в таком магазине вообще неприятно некомфортно неудобно очень много не мясо мясо сюда мясо все ушло так ребра вот нет ты сиди да ты сиди вот эту бери он не берет ли он не хочет ему вот эта коробка нравится ладно раз нравится то бери зеленый чай вроде даже взяли что-то там хотя бы зеленый чай у меня в магазине не кончается и йогурт и вот йогурт и зеленый чай это вечные продукты просто какие-то вечные такая у меня одна да вот курицу чё-то плохо стали брать вроде так хорошо брали а я на нее цену не менял она вот как было так и вот может ее все-таки разобрали просто я не слежу ну две взяли ладно две лучше чем ни одной во всех смыслах понимания тут меня еще курица тут йогурт это палки может быть доложу так палки нет не доложу ладно ладно все равно я бегаю через эту дверь но по привычке по привычке эти панкейки вот можно выложить тоже да хотя буквально не так давно я их подкладывал и мест не хватило картошка у меня еще есть я же покупал точно 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 я же покупал это у меня давно не выкладывал место освободилось все чай все вы можете домой идти я тут сам один закончу магазин закрою если что идите домой не ну если хотите меня подождать то ради бога я не против пойдем вместе вместе веселее мусака мусаку тоже доложу но что-то вроде есть что-то можно продать еще 6 300 в принципе как бы да ну полки пустые надо делать заказ это еще как минимум на 2000 плюс мне надо две с половиной тысячи мне где-то надо плюс счета вот сколько по статистике мы сейчас доход 2 аренда 95 уже счета 115 баланс 6 300 начать следующий день наверное мы его начнем с кредита с кредита с кредита продукты нет не продукты банк 5000 что ли брать ну давай по 352 вот на два дня возьмем возврат оплаты ну почти 2 700 переплачиваем почти 3000 это между прочим целый день работы 22 дня долго на самом деле не давай возьмем вот этот средний 173 на 15 дней а вот что-то там сможем это хотя бы мы только 600 бачей переплатим 2 давай взять кредит а погасить досрочно можно отлично но я взял кредит я сразу же так менеджмент счета во первых плачу 8 развитие купить отдел купить 1400 у меня еще на все про все для закупок вот я наконец-то расширил магазин можно нормально его расставить хорошо красиво а сейчас мне надо красного кофе 2 сусу все по 2 то маркет красного кофе 2 сусу 2 вот этого сусу 2 хлеба 2 счетом чека пить и наверняка 2 мука 1 уже все купить часто расставлю будут смотреть дальше хлеб до заодно посмотрим что вообще маги от вот этот самый кредит что он из себя представляет как с ним работать может это наоборот мне такая тема понравится чтобы развиваться еще быстрее криспи чиби давай ну возьми две ладно вот на криспи чиби у меня все равно нет но я ее куплю может ее уже к тому времени возьмут эту баночку за ней тянуться не надо просто раз и взял так это у нас вот здесь было вот это сусу ставлю специально повыше чтобы за ней меньше усилий прилагалось тянуться чтобы ее чаще брали то ее берут плохо больше берут вот эту она за чтобы оба расходилась куда мне не хорошо когда товар застаивается портится он выветривается вот особенно сахар он там слипается становится как кирпич это плохо это мне не нравится такое у меня качественные товары майонез мати спагетти тут что было соль майонез спагетти соль макарон можно взять макарон одну спагетти спагетти 2 соль 2 так где 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 майонез 2 можно наверное вот по соусу взять и пасту тоже возьму одну купить я думаю мы не выйдем сильно в минус то у меня пасту никто не брал даже вот надо было лучше риса взять не выйдем сильно в минус потому что в принципе у нас товар был на полках приличное количество и там но я думаю с того что было тысячи где-то 45 отбить вполне себе реально просто это будет много недовольных клиентов которые там не нашли что-то это будет наверняка не один день потому что кто-то приходит за конкретным продуктом это достаточно долго не в таких вариантах в принципе я думаю неплохо взять вот такой кредит тем более его можно погасить досрочно то есть я бы мог даже вот прямо допустим на следующий день его погасить если я удачно отобью товары ну да почему нет почему нет возможно так сюда уже не ставится 1 пачка осталось неприятно вот когда так происходит на люблю чтоб четенько все уходило это даже не брали и у нас чё там чё то а куда я пошел то вообще я просто уже в предвкушении того как я буду сейчас все переставлять это наверно на самом деле моя любимая часть я люблю как-то вот придумать что-то такое новое потом вот это вот доводить до какой-то какой-то грани безумия и совершенства это мое это мне нравится смотри никто не берет ее одинокое у меня кончились что было медовые нет медовые вот у меня криспи чиби кончилась точно криспи чиби я уже знаю все названия все поставщики меня тоже знают криспи чиби 2 так там что-то еще у меня хлопушки можно взять вот эту по одной картошки еще две возьму чё там у меня ой темнота как пасту можно взять одну конфетки опять разобрали ты глянь ну короче всех конфеток по одной у меня как раз вот это по одной это по одной и вот эту одну вот как раз и еще успею заказать вообще хорош и 2000 у меня осталось хоть сейчас кредит возвращай но у меня тогда не останется на счета или останется по моему останется ну тогда не останется на закупку продуктов и это мне придется еще день как бы вот этот кувыркаться там продавать ну давай денек подождем с оплаты кредитов он у меня небольшой я думаю я с ним вообще без проблем разберусь а я их купил вроде я чибиков брал а вот взял наконец-то забрали эту бачку пачку банку пекмет и сейчас я думаю я уйду себя уйду в себя и буду делать перестановку а когда вернусь покажу что вообще я наделал как это выглядит и возможно даже куплю еще полку под картошку потому что что-то мне не нравится и даже возможно морозилку представляешь насколько я насколько я преисполнился даже морозилку куплю так это шоколадки шоколадки ставятся с шоколадки не ставятся все день закончен сейчас я вот положу пирожки покажу что у меня сегодня получилось как выглядит так это туда как выглядят мои счета счета мои выглядят примерно вот так общая прибыль минус пять шестьсот семьдесят девять неплохо так прибыль доход плюс две очки магазина аренда затрат на обновление затрат на поставку кредит не указан видимо это личные личные информации в магазин не входит все я пошел обновлять магазин скоро вернусь для вас с тобой от секунда для меня неопределенное количество времени вот я вроде все и закончил и вот так теперь выглядит у меня магазинчик принципе вот это можно было бы раздвинуть но я как-то решил здесь немножечко сделать поуже такого коридорного типа может быть я потом передвину это вот сюда вот и здесь сделаю вот чтобы окошко не занимать здесь будет еще у меня один стеллаж и прям вот такой вот коридорчик будет чуть пошире всякой химии как раз вот до сюда неплохо бы дошел и я думаю хорошо бы все встало здесь у меня еще дополнительная полка для чего-нибудь потому что надо будет покупать новую лицензию там наверняка будут товары на полке и тоже сюда надо будет что-то выставлять картошку я теперь пустил вот так вот тут в уголочке она будет лежать на две полочки тут все равно у меня верхняя полка пустовала я с нее просто на нее рис перенес тут у меня все по-старому здесь по-старому здесь по-старому а тут у меня отдел с холодильниками вот этим морозилками я вот купил еще одну специально чтобы набивать ее курятиной и думаю мясо тоже располагать на обе полки вот так вот целиковый по одному товару они две вместе как у меня раньше были по моему у меня должно хватить полок и вот продукт я еще не заказывал переложил то что переложилось со склада у меня тут осталось буквально всего ничего так что мне опять надо делать заказ заполнять полки продавать опять делать заказ опять заполнять полки кредит я пока погашать не буду потому что нечем я вот только на полки потратился там холодильник этот морозилка стоило 400 плюс я купил по моему три полки это еще по 200 короче еще косарь я потратил на все дела так бы конечно мог бы но у меня еще счета придут как только я вот день начну так что не буду этим заниматься сделаю это вне съемок вот такой магазин у меня получился пока что вроде как все что задумали сделали кроме света тут будет темно темно и лампы мне не на что ставить нечем за них платить какие дела будем как-то перебиваться и что я могу сказать всем спасибо за просмотр до следующей серии там будем как-то еще что-то обновлять закупать придумывать всем пока пока скоро увидимся